Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы начинаем с вами исследование послания апостола Павла Галатом на библейском интернет-портале экзегет.ру и сегодня мы с вами рассмотрим первую главу. Прежде чем приступить непосредственно к самому тексту, надо несколько слов сказать о самом послании. Итак, апостол Павел, это послание принадлежит именно ему. С этим согласны многие отцы церкви, например, такие, как свидетель Ирни Леонский, Климент Александрийский, учитель церкви Тертулиан, Плекарус Мирский. Все они говорят о том, что это послание принадлежит именно апостолу Павлу. Впрочем, и апостол Павел упоминает здесь и так о себе. И по стилю написания, опять же, можно видеть, что, несомненно, оно принадлежит, тем более по утверждению отцов, принадлежит именно руке апостола Павла, будучи движимым духом святым. По поводу написания есть разные свидетельства. Некоторые комментаторы говорят, что оно было написано примерно в 46-м году по Рождеству Христову. Другие говорят, и поэтому относят его к самому раннему посланию. Другие говорят, что более поздний период, оно написано уже после Иерусалимского собора 49-53-го годов. Опять же, вот отколебрется дата 49-53. И другие говорят, что после точно где-то 55-й или 56-й год, что свидетельствует в некой мере и из текста самого послания. Потому что речь идет опять, нужно ли совершать тот ритуал, исполнять тот закон, который, в общем-то, был отменен в книге Деяния апостолов в 15-й главе, 28-м стихе, первым, вернее, не первым, а так называемым апостольским Иерусалимским собором. При каких условиях оно было написано, об этом сказано в книге Деяния апостолов, что апостол Павлов в своем втором миссионерском первое путешествие было, где он основал общины, и в своем втором путешествии он посетил имени Галатийские земли, да, и там основал несколько общин, и потом уже он пишет именно им и дает наставление. Итак, где непосредственно находилось это место? Ну, Галатия, куда направлял апостол свое послание, это страна в центре Малой Азии, получившая свое название, от поселившихся в ней галатийских или кельтских племен, примерно около 277-го года до Рождества Христова, у которых главными городами были Анкира и Писсин. Сторонники этого взгляда говорят, что Павел посетил эту страну, как я вот уже и сказал, во время путешествия, Деяния апостолов, 16-я глава, 16-й стих, и в это время проповедовал там Евангелие. Потом еще раз посетил Галатию, о чем свидетельствуют и Деяния апостолов, 17-й глава, 23-й стих, и послание, к которому мы с вами приступаем, послание к Галатам, 4-й глава, 13-й стих. Итак, апостол Павел начинает это послание, предваряет его своим именем. Он говорит, Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Почему апостол Павел так сразу начинается со своего имени это послание? Потому что как и в Каринской церкви часто он утверждает подлинность своего апостольства и избранность самим Христом, так и здесь. Дело в том, что мы помним обращение апостола Павла. Он был обращен из Иудеев самим Спасителем, когда шел по дороге в Дамаск, чтобы об этом описываться в книге Деяния апостолов, 9-й главе, чтобы гнать Церковь Божию. Господь чудным образом его остановил, и, в общем-то, он от самого Господа, он об этом всегда и везде говорит, что все, что я говорю, я принял от самого Господа. Действительно, это так. И апостол здесь утверждает свое избранничество самим Спасителем и начинает это послание, потому что очень многие иудеи подстрекали, даже вот иудеи Синдриона, они подстрекали людей, чтобы на Павла возводили гонения. Это первое. А второе, сами те иудеи, которые были обращены, уже стали христианами, но еще были неофитами. Они всячески склоняли христиан и смущали язычников к тому, чтобы соблюдать закон Моисеев. Они еще никак в своем сознании, осознании того, в кого они крестились, не могли многие воспринять действительно и отрешиться от прежнего образа жизни. Но это происходит не только с иудеями, это происходит вообще со всеми людьми. Мы знаем с вами и по собственному уже какому-то христианскому опыту, что жизнь с Богом и желание жить с Богом, она всегда сопряжена с некими такими этапами прохождения пути. Как Апостол, как Спаситель призывает, будьте совершенно как Отец ваш Небесный. Поэтому многие вещи осмысляются, и мы стараемся свою жизнь привести в соответствие с заповедями Божьими, в соответствие с теми образами, которые даются нам и в Священном Писании, и в Святоотеческом предании. Но, конечно же, всегда на этом пути есть и соблазны, есть и период такого совсем неофитства, только-только когда мы делали первые шаги в храме и в Церкви Божией. Так и здесь иудеи еще не могли отрешиться от этого закона, и поэтому часто они говорили, что Павел не совсем тот апостол, странно как-то он был призван, не был он со Христом, не был он в числе 12, и в этом смысле апостолу Павлу приходилось, как бы так скажем, утверждать свое апостольство и свой авторитет, но не ради того, чтобы господствовать над стадом Божиим, а ради лишь того, чтобы спасти своим благовестием тех людей, которые уклонились от истины в сторону обрядово-иудейского закона, о чем здесь и будет сейчас речь. Итак, второй стих. Апостол Павел так и пишет. «И все находящиеся со мной братья, то есть приветствуют вас к церквам галатийским». Заметим, казалось бы, такой второй стих, он достаточно короткий, но очень важный. Апостол Павел здесь не начинает, как в других посланиях обычно, возлюбленным, братьям моим во Христе, как он пишет, или церкви, там, святой, там, в том-то месте. Ну, смотрите, здесь как строго он к ним обращается и говорит. «И все находящиеся со мной братья». Во-первых, он говорит, потом говорит «церквам галатийским». И все. С чем это связано? Ну, например, святитель Анзлатоуст сначала пишет, почему он говорит «И все находящиеся со мной братьям». Цитата. «Павел присоединил к своему приветствию братьев, давая этим понять то, что он пишет согласно и с их мнением». Конец цитаты. То есть апостол Павел не представляет себя как некого такого первенствующего апостола, как некую такую личность, которую встретил сам Христос, и вот он теперь имеет такую власть. Нет. Он говорит «Приветствую я, но и братья со мной». Потом мы увидим, о каких братьях будет идти речь. То есть это тоже очень важное указание, для того, чтобы мы не держались только своего какого-то личного авторитета, да, а всегда придерживались голоса соборного разума. В этом смысле апостол так здесь и пишет. «Приветствую не только я, Павел, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья». И дальше он говорит «Церквам галатийским». Вот тоже святитель Иоанн Златоуст объясняет такую строгость, цитата. «Пламя заблуждения объяло не один город там, и не два, и не три, но весь народ галатийский. Он, Павел, не сказал возлюбленным святым, пишу, как говорил в других посланиях, а он им говорит, но церквам галатским. Это признак человека, сильно скорбящего и обнаруживающего свою муку, что не приветствовал их не именем любви, не именем чести, но именем только их собрания, и что не прибавил даже церквам Божьим, но ограничился церквам галатийским». То есть видим, наконец, цитаты. Действительно, это так. Что же там произошло? Далее он пишет, третий стих. «Благодать вам и мир от Господа Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». То есть мы видим апостол Павел, всего, мы видим очень короткое обращение, и вдруг он говорит «Аминь». Нигде так апостол Павел не делает своих посланий, чтобы сказать в самом начале «Аминь». Обычно это говорится в конце. Но здесь апостол Павел, предваряя этим словом «Аминь» вышесказанное, он хочет сказать, что вот что самое главное. А самое главное что? Что я апостол. Самое главное то, что я не один, и что необходимо держаться с соборного разума, как он здесь и говорит, и все братья, находящиеся со мной, приветствуют. И важно, он здесь дает такое исповедание, что «благодать вам и мир». Что означают вот эти слова «благодать вам и мир»? Казалось бы, иногда даже не задумывалось, но «благодать вам и мир» нет. А вот Блаженный Августин пишет по этому поводу, цитата, «Благодать в том, что нам прощаются грехи, дабы мы примирились с Богом. Мир же в том, чтобы что мы примирились уже с Богом». Как Спаситель говорил, «мир даю вам не так, как дает этот мир». То есть благодать, то, что нам грехи прощаются, благодать вам и мир. Он говорит, вам грехи прощаются, и вы обретаете мир, который со Христом. И далее, «который дал самого себя, говорит о Христе за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Смотрите, как пишет, «избавить нас от настоящего лукавого века». И далее, в шестом стихе, говорит, «уже удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой, то есть то, что вам прощены грехи благодатью Христовой, потому что мы ничего не можем сделать своими собственными делами. И никак Богу умилостивить мы тоже своим собственным исполнением закона не можем. Потому что весь грех для того, чтобы нам войти в Царствие Божие, он прощается благодатью Божией, которая дается нам. И вот состояние того, чтобы эту благодать быть способным воспринять, для этого мы и исполняем заповедь Божию. Не для того, чтобы что-то заработать, а для того, чтобы подготовить свой внутренний мир для восприятия благодати, которая возможна только через покаяние. Поэтому пишет апостол, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благоествованию». Очень важно то, что апостол Павел говорил во втором послании, вот в предыдущем, которое мы с вами рассматривали, в послании, во втором послании к Коринфянам. Помните, 11 глава, 4 стих. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получали». То есть мы видим, что здесь он говорит о ином Христе, о ином духе, а здесь он говорит в послании к Галатам о ином благоествовании, то есть так называемое инославие, и по-иному славить Бога. И поэтому апостол упрекает галатскую церковь, что они как-то по-другому начали прославлять Бога, так как им апостол не поручал и не проповедовал. «Удивляюсь, — говорит, — что вы переходите к иному благоествованию». Вот цитата святителя Иоанна Златоуста, он пишет по этому поводу следующее. «Люди, хотевшие обольстить галатов, делали это не сразу, но изменяя мало-помалу сущность проповедных им истин, не меняя их на минование, такого же рода и обольщение дьявола, и он незаметно расставляет свои сети». Конец цитаты. То есть мы видим, что свидетель Иоанн Златоуст предупреждает о том, что они говорили теми же словами, по сути, но в эти слова вкладывали свой другой смысл. И говорит, что это обольщение очень опасно, потому что так действует и дьявол. То есть подмена понятий. Это всегда было опасно, это всегда замечает и священномученик Рене Леонский. Он говорит, что они говорят как мы, но в эти слова вкладывают совсем другой смысл. Итак, далее апостол продолжает. «Которое, впрочем, и не иное благоествование, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благоествование Христово, то есть исказить. Но если бы даже, говорит, мы или ангел с неба стал благоествовать вам не то, что мы благоествовали, да будет анафема». То есть апостол Павел говорит о том, что даже если это будет не просто апостол, а если даже ангел, даже, говорит, с неба, не просто от ангел, а ангел с неба, то есть есть, когда ангелами в Священном Писании, например, в книге Откровения, зовутся и епископы, но здесь он говорит именно об ангеле с неба. Даже если это откровение будет от ангела, который прилетел, да, и начинает вам благоествовать, но вы понимаете, что это не совпадает с пониманием Святоотеческим Священного Писания, если бы мы сказали сегодня современный язык, и не совпадает никак. И вот с преданием, то, что мы называем консенсум патру, то тогда, то есть, согласимо отцов, тогда, говорит, да будет анафема. Все просто, на самом деле. Но часто мы стараемся уклониться от этой простоты во Христе. Я разделяю эти понятия примитивности и простота. Вот как раз от простоты служения во Христе очень часто мы уклоняемся в угоду века сего, и на самом деле благослование Христово, оно претерпевает свое искажение. А что бы этого ни происходило, будем крепко держаться, своим умом прилипляться к текстам Божественного Откровения и его святоотеческому, я бы даже сказал, строгому святоотеческому истолкованию. Речь-то идет не просто о том, кто как хочет понимать, а речь идет о пути и делании внутренним нашим деланием, и внешнем, и о пути совершения дел нашего спасения. Если бы это были просто вопросы ригорические такие, конечно, это было бы можно тут интерпретировать как хочешь, но вопрос очень важный. По сути он жизни и смерти. У людей как дальше продолжает, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благоествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Смотрите, два раза повторяет. В восьмом стихе, в девятом стихе. И этим самым он как бы хочет сказать, но это я не с горяча просто сказал, бывает такое, что слово вылетело из горяча. Нет, он это утверждает. Говорит, тот человек проклят. А кто проклят? Дьявол и все дела его. Значит, проклят всякий человек, который искажает понимание слова Божия. Поэтому иное, говорит, благоествование, то есть инославное какое-то благоествование, по-иному как славит. Десятый стих. У людей ли я, говорит, ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Смотрите, как пишет. Можем себе задаться таким вопросом. Как же так, говорит, людям не угождать? Мы же знаем заповедь. Возлюби ближнего, Господу Бога твоего, всем сердцем твоим, всеми помышлением, всей душой твоей, и ближнего твоего, как самого себя. И мы знаем, что Сам Спаситель говорит, что все, что сделали ближнему моему, сделали мне. А как же тогда не угождать? Речь идет о другом. Речь идет о том, что одно дело служить ближнему по заповеди Божией, да, жертвой на любовью, а другое дело угождать ради своей выгоды. Это разные вещи служения ближнему. Поэтому Блаженный Августин так и пишет, цитата, «Говорится о том, кто сам по себе ради собственной личной славы угождает людям». Конец цитаты. Все ясно. Четко, одним предложением. «Говорится о том, кто сам по себе ради собственной личной славы угождает людям». Вот о чем пишет апостол. Никому, говорит, не угождаю. Ради собственной славы. «Возвещаю, говорит вам, братья, что Евангелие, которое я благоуствовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Действительно, не от человека, а от Иисуса Христа, как я вот и в самом начале сказал, что ему явился сам Спаситель. Да, Евангелие человеческое, в общем-то, есть ложь, потому что сказано о том, что всякий человек лжив в послании к римлянам, 3 глава, 4 стих. Ибо если и какая истина обнаруживается, скажем, в человеке, то мы можем видеть, что человек ложь, полностью он не может быть ложью, если человек не может полностью искажен быть в нем образ Божий. И скажу, он может быть, но убить, скажем, или отправиваться в состояние небытия не может. Потому как в каждом человеке, если обнаруживается что-то Божие, то это есть как бы не в человеке в самом, а через человека от Бога. Потому как человек — это образ и подобие Божие. И в человеке есть некая такая частица, которая называется закон совести внутри человека. Можно его, конечно, заглушить. Очень много, да, так и поступают, и глушат его, кто алкоголем, кто громкой музыкой, да, так, чтобы мозги аж вылетели, если они там еще остались. Или, например, наркотиками, что более печальное в человеке состояние. Но так или иначе, когда человек, бывает, что такие проблески, и он очнется от этого. Вот эти вот проблески, то, что есть в человеке доброго, они всегда от Бога. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе?» Так, значит, что «я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. И преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде своем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Видите, как говорит? Он даже не говорит о предании там иудейских, что «моих преданий». То есть, то, что я сам себе надумывал. Это такое служение Богу по своему усмотрению. Если перевести на современный язык, сегодня очень многие люди, может, не многие, но есть, по крайней мере, встречается их немало, которые служат Богу по своему усмотрению. Не так, как сказано в Священном Писании, не так, как сказано в Новом Завете, в апостольских посланиях, не так, как это в руководстве к духовной жизни. Всегда говорю, посмотрите, в Арсенофе Великого Иоанна, в руководстве к духовной жизни. Так там каждый ответ, который им задают вопрос, там идет переписка ученика со своими наставниками, с ауами, со старцами. И что отвечают старцы? Они сидят там как-то, что-то ковыряются где-нибудь, там, да, в столе дырку, там, что-то, или четко перебирают. Нет. Может быть, они, конечно, в этот момент четко как раз и перебирают. Но посмотрите, если полстраницы мы там видим, то три-четыре цитаты из Священного Писания. Все, что они говорили, они ничего не говорили никогда от себя. Они всегда подтверждали сказанное Словом Божьим. Потому что сказано о том, что говорит ли кто, говорит, как Слово Божие. А не можешь говорить, как Слово Божие. Ну, тогда не благовествуй того, что не благовествовали апостолы. Что такое благовестие? Это и свидетельство о Христе, распятом и воскресшем. Свидетельство о покаянии. А если мы приходим к какому-то своему там надуманному благовестию, к своему надуманному благочестию, которое никак не связано ни с Священным Писанием, ни с Святоотеческой Традицией, а с каким-то моим личностным, там, ревностным, а по таким человеческим преданием, о чем говорит апостол Павел, то тогда уже два раза там было произнесено анафема, анафема. Поэтому нужно сверять свой духовный опыт с прочтением Божественного Откровения. Если не будем сверять, то легко уклониться. Вот о чем говорит здесь апостол Павел. Так он и говорит, что тогда я преуспевал, и многие об этом знают. Когда же Бог, избравший меня от утропа матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благоуставал Его язычникам, я не стал тогда советоваться плоти и крови. Смотрите, как пишет апостол. Он говорит, что он избранный апостол не просто в тот момент, когда, это описывается, как я уже сказал, в 9 главе Деяния апостолов, а от утробы матери своей. Почему он так говорит? Потому что ему было открыто самим Богом, что промысел Божий о нем был от его рождения. Как помните, Иоанн Креститель, когда был в Ачевеле Советы, также и пророк Еремия об этом пишет, что он был избранный от рождения. Так и апостол Павел. Бог ему это открыл, то, что с ним произошло, то, что Христос ему встретился. Это не было дело какого-то случая или чего-то из чего. Это был промысел Божий. Поэтому так и пишет. И далее говорит, что он открыл во мне Сына Своего. Открыл Сына Своего. Что значит «благоволил во мне открыть Сыне Своего»? Это значит, что Бог открыл ему смысл закона и пророков. Вот о чем эти слова. То есть все, что было в Ветхом Завете, все воплотилось в Господь Иисусе Христе. Чтобы я, говорит, благоставал его Христа язычникам. Амбросим Диоланский пишет по этому поводу цитата. Бог знал, что этот человек годится для проповеди Евангелия Сына Его народом. Какие удивительные и красивейшие слова здесь свидетеля Амбросима Диоланского. Годится для проповеди. То есть есть годные, а есть негодные. Вот апостол Павел был годным для этого. Бэтм так и пишет. Бог знал, что этот человек годится для проповеди Евангелия Сына Его народом. «Ведь он в столь малом деле был быстр и предан, отличался дерзостью ума, а не подхалимством. То сколь увереннее будет он в проповедовании дара Божия в надежде обрести обещанную, обетованную награду». Конец цитаты. То есть мы видим, что Мросим Диоланский, я цитирую этот текст, комментируя его, говорит именно так, что он был пригоден для этого служения. Поэтому Бог его избрал. Он сам о себе говорит критично, апостол Павел, но он избранный апостол. «И не пошел, говорит, в Иерусалим, предшествующим не апостолом, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Не пошел в Иерусалим». Почему? Здесь очень много есть вопросов и разных комментариев, но большинство усвоится в том, что в Иерусалиме знали, кто он. И не поверили бы ему. Многие бы насмехались, и проповедь, как он видел, опять же промыслительно, как он говорит, «Бог открыл мне, куда идти». Он пошел в Аравию к язычникам и там проповедовал этим, по сути, бедуинам, которые, как говорит об этом предании, обращались в веру Христову. Здесь он ничего об этом не говорит и далее, говорит, потом возвратился в Дамаск. «Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать». Павел говорит о том, что об этом пишет блаженный Августин. Апостол Павел видел апостола Петра. Цитата. «После того, как бы увествовал в Аравии, то он не мог научиться Евангелию от апостола Петра. Для этого нужно было видеть Петра прежде. Он навестил Петра, чтобы своим присутствием вырасти братскую любовь». Конец цитаты. То есть, блаженный Августин, хочу сказать, снова-снова утвердить эту мысль, что апостол Павел был научен Духом Святым и не нуждался в первенстве апостола Петра. Как его представляют, что от него все научились, и он наместник Бога на земле. Нет. Апостол Павел говорит, что я видел его намного позже. Я уже проповедовал и не нуждался в его консультации. Ну, скажем так, он говорит, это не гордо, конечно, но просто он говорит, я его не видел. А в том, о том говорит, в том, что пишу вам пред Господом не лгу. После всего отошел я в страны Сирии, Киликии, церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда, ныне благовествуют веру, которые прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Видим, что первая глава апостол Павел пишет Галатам и утверждает то, что кто он, как он был призван, где он богоествовал, кто его призвал, куда его отправил, какое миссионерское служение он совершал, что известен он многим иудеям, и то, что он имеет власть апостольства. Но власть он эту не применяет, снова повторю, чтобы властвовать над стадом Божьим, а для того, чтобы исправить Галат, галатийский народ, который уклонился в какое-то другое благоествование, был побуждаем, сейчас мы увидим, что это было, во второй главе это более подробно рассказывается, был побуждаем к тому, чтобы снова и снова, или лучше сказать, чтобы обратно вернуться в рабство закону иудейскому. Не просто так в первой главе апостол Павел говорит о Иерусалиме, что он туда от него пошел, и что он иудеям известен, и что он был призван в чудный Божий свет, и кто он такой был, что он был Саввл, а потом стал Павлом. Не просто так, потому что возмущение там производили именно те иудеи, которые, приняв Христа, были еще в неофитском сознании. Итак, вот то, о чем повествует первая глава послания апостола Павла к галатским церквам. Иерусалиме. Продолжение следует...